так всем привет я надеюсь что я справился с техническими проблемами для того чтобы трансляцию на facebook запустить пожалуйста если кто-то меня слышит и видит дайте мне обратную связь от единички до десятки алексей привет расскажи слышно меня ли видно и я тогда наверное попробую начать работать отлично так ну что дело в том что для меня это первая трансляция на фейсбуке поэтому я достаточно долго пытался разобраться как это все работает прошу извинения за то что так получилось по задержке нашей трансляции и тогда сейчас мы наверное с вами будем начинать до сейчас конечно тоже надо разобраться каким образом я могу сделать если вообще смогу я сделать трансляцию презентации и если даже кто-то сможет мне помочь написать разобраться то я буду очень благодарен я на самом деле про подготовил небольшую презентажку по системному поиску и я надеюсь что эту информацию которую я вам буду рассказывать она вам будет интересно потому что я вижу что в принципе здесь собрались все амазонщики которые работают по разным стратегиям кто онлайн арбитраже кто собственно в дропшиппинге поэтому пока я еще готовлюсь напишите если кто-то уже работает по какой стратегии вы работаете для того чтобы можно было немножко скажем так позиционировать каким поиском про какой поиск вам было бы интереснее рассказать потому что я по большому счету еще и для дропа и для флипа и для онлайн арбитража так у нас интересно задержка есть или нет но надеюсь надеюсь что задержки нет поэтому давайте будем будем двигаться сейчас я попробую разобраться как все таки включить презентажку вообще насколько это возможно но пока вот я вижу у меня нет такой возможности давайте тогда будем пока разговаривать в таком прямом эфире вообще что такое системный поиск вилок если кто-то из ребят да кстати напишет как подключить презентаж тогда мы будем работать с презентаж к так андрей онлайн арбитраж игорь онлайн арбитраж владимир онлайн арбитраж николай звук как обычно слабый но смотрите на самом деле у меня здесь прямо гарнитура микрофон прямо перед ртом поэтому проблем надеюсь со звуком быть никаких не должно ну хорошо онлайн арбитраж в основном все занимается я на самом деле занимаюсь обучением студентов студентов которые обучаются в для то для работы на amazon в основном конечно но но на онлайн арбитраж и также недавно мы запустили совместно с моим партнером обучение amazon scout да то есть я чуть-чуть расскажу про эту программу это программа которая позволяет ребятам и людям которые совершенно не знали что такое amazon и которые сейчас не готовы заниматься торговлей на amazon мы обучаем этих людей поиску вилок да то есть у нас на самом деле достаточно большое количество продавцов которые сейчас требуют себе помощников помощников таких которые бы могли вам искать вилки и собственно наша задача сейчас которую мы для себя прописали это найти достаточно большое количество людей для сообщества amazon именно российского amazon которая бы работали для вас ресерчерами я точно знаю что этот вопрос стоит практически у каждого продавца то есть когда вы начинаете работать собственно вы какое-то время уделяете поиску вилок и через определенное время месяц два-три у вас возникает очень большой вопрос да потому что вам совершенно не хочется тратить время на поиск вилок а хочется наоборот работать над над стратегией работать над скажем конкуренции конкурентоспособностью своей а поиск вилок отдать на аутсорсинг поэтому основная именно задача которую мы сейчас для себя доставим и обучаем людей это поиск поиск вилок для тех ребят которые сейчас торгуют на amazon да то есть вот я смотрю да вижу анна дроп флип онлайн арбитраж отлично наш человек занимается всем онлайн арбитраж вячеслав александр тоже дроп и онлайн арбитраж да александр для видео поделиться что нужно установить facebook скриншаринг скорее всего да я такую установить наверное сейчас уже не успею поэтому ну давайте сегодня я сделаю такой небольшой обзор буду на словах это все проговаривать и если все таки у вас будет интерес в продолжении нашего диалога то мы с вами можем сделать чуть попозже еще один вебинар в котором я уже все это буду делать с презентажкой тогда я собственно сам перехожу к презентации буду видимо пока все это говорить голосом но и дальше собственно если у вас будут какие-то возникать вопросы по мере моего рассказа вы сможете мне эти вопросы задавать я на эти вопросы постараюсь ответить также вы можете задавать любые вопросы связанные с текущими какими-то проблемами которые у вас возникают с амазоном я тоже постараюсь вам либо ответить на этот вопрос либо дать свое мнение то есть что с этим можно делать и в какую в каком направлении двигаться отлично ну что поехали тогда по системному поиску вилок на самом деле с вот этой проблемой системного поиска вилок я встречаюсь когда обучаю практически каждого студента с чем это связано связано это с тем что поиск вилок для амазона да и вообще принципе для любой другой площадки он сочетает себя большой объем информации которую необходимо обрабатывать за маленькое количество времени и всем студентам я рассказываю очень простой пример да то есть когда вы только начинаете поиск вилок то есть что собственно как собственно вы себя чувствуете пример очень простой да я думаю что практически все из вас учились на права и вы знаете что когда вы выучились на права вы знаете все правила вы знаете педали куда крутить руль но собственно когда вы выезжаете на дорогу вы видите что вокруг пешеходы вокруг машины очень много очень сложно во всем разобраться где какие педали нажимать какие передачи переключать и перемещение с точки а в точку б но для вас очень большой стресс приносит да потому что очень огромный поток информации вы не успеваете обрабатывать и собственно каждая поездка для вас начиная скажем так начинается заканчиваться большим стрессом но если вы ездите на машине день два три неделю месяц два или три через определенное время вы ту информацию которая вам поступает на ваши зрительные чувства до уши руки ноги глаза эта информация она не уменьшается она остается точно такой же как вы выехали в первый день на дорогу но при этом вы четко понимаете что всю информацию которую вы получаете вы систематизируете вы выделяете только то что самое важное для вас нужно и вы даже абсолютно часто не замечаете того что вы добираетесь из точку а в точку б абсолютно не задумываясь как вы это делаете да то есть вы это делаете на полном на полном автомате и собственно делаете это абсолютно не задумываясь так вот системный поиск вилок как раз он заключается в том чтобы научить любого человека практически сделать так чтобы он превратился из новичка в профессионала да все мы новички и все мы садясь за руль да то есть у кого-то получается лучше у кого-то хуже водить да но тем не менее водить автомобиль сможет любой практически человек да все зависит только от того с какой скоростью собственно вы будете двигаться из точки а в точку б поэтому когда я говорю о системном поиске я говорю о том что нужно первое нужно научиться правильно и очень быстро анализировать информацию на листингах второе нужно уметь четко понимать а в каком направлении производить поиск да то есть вот эти два два основных скажем так два основных навыка которые необходимо развивать ресерчеру и как раз любое обучение которое мы для ресерчеров делаем мы как раз развиваем вот эти два навыка первый навык это быстрый анализ и второй навык это направление в котором можно производить поиск вилок то есть человек понимая что он вышел в лес дату может пойти направо налево там или в другом каком-то направлении и тем не менее найти грибы и там и там и там в общем то у нас для того чтобы заниматься поиском вилок необходимо всего совсем немного да то есть это компьютер с подключением интернет минимальное знание английского языка аккаунт на площадке очень желательно да мазоновский но в принципе можно работать и без аккаунта и самое главное которые вещи которые для нам нужны это инструменты инструменты либо платные либо инструменты бесплатные ну и собственно используя вот этот список инструментов для поиска и самое главное имея хорошее настроение можно получить результат причем можно получить результат от любого человека главное чтобы было все понятно так пропала картинка дмитрий говорит ребят напишите пожалуйста кто нибудь слышно ли меня видно и если все порядке то я буду двигаться дальше вот ну тишина так ну давайте сейчас проверим нет вроде все должно работать ладно поехали дальше то есть по большому счету когда мы обучаем людей поиску на amazon мы сначала вкладываем людям четкое понимание что всего существует два варианта поиска вилок первый вариант поиск вилок это поиск от сайтов поставщиков да то есть когда мы ищем вилки непосредственно на сайте поставщики и пытаемся найти такие же вилки на amazon и второй вариант большой это поиск непосредственно от amazon и когда мы с вами выбираем стратегию поиска вилок да то есть либо допустим сайта от сайта поставщиков мы начинаем нишироваться да то есть мы начинаем понимать а что собственно мы хотим искать и как мы собственно будем искать вообще весь поиск от от поставщиков его можно разделить на три части да то есть первая часть это ручной поиск да когда мы с вами садимся и начинаем руками искать мы можем искать брендом можем искать по скидкам мы можем искать по нишам можем искать по сайтам агрегатором да можем работать с программами которые рассылки делают да то есть но тем не менее это все ручной поиски этот ручной поиск он для кого-то на из ресерчеров составляет самый интересный самый интересный вариант поиска при этом да я хочу сказать что у каждого ресерчера действительно у каждого человека который пытается заняться вот марата отлично все видно слышно каждый человек который старается пытается заняться поиском он для себя определяет свою стратегию поиска то есть каждому собственно человек нет одинаковых стратегий поиска у разных людей каждый вырабатывает какую-то свою стратегию и для того чтобы человек понял какая стратегия ему нужна мы должныPlus решетчеру которую мы будем обучать или которым мы обучаем либо мы сами обучаемся да то есть мы должны показать все стратегии мы должны его научить всем стратегиями только после того как мы все стратегии ему покажем и посмотрим как он по этим стратегиям работает мы начинаем ужеРoue чтора нишировать да то есть у меня есть ресёрчеры которые, допустим, работают абсолютно самостоятельно. То есть они сами выбирают сайты, на которых они ищут, они сами обрабатывают полностью все, анализируют информацию и выдают уже вилки в готовом виде. Допустим, есть ресерчеры, которые очень любят работать по результатам, допустим, работы тактикал арбитража. То есть это я чуть попозже расскажу. Есть ресерчеры, которые очень любят работать именно по каким-то конкретным нишам, когда мы даем какие-то конкретные сайты и говорим, что нужно найти, допустим, вот такой-то бренд. И самое что интересное, что у каждого ресерчера получаются свои какие-то варианты поиска, в которых они действительно достаточно неплохо набивают руку и получают результат. Ну, собственно, поехали дальше. То есть мы ищем от сайтов поставщиков, где есть ручной поиск, где можно нишироваться. Второй большой пласт, который тоже обязательно мы ресерчерам показываем, это поиск с помощью программ. В общем-то мы используем две программы для того, чтобы работать с ресерчерами. Первая – это тактикал арбитраж. И вторая программа – OX-Ray. По большому счету у этих программ и у тактикал арбитража, и у OX-Ray есть свои плюсы и минусы. То есть плюсы тактикал арбитража – то, что он может одновременно работать по 10 сайтам, и он может работать в автоматическом режиме. Плюсы тактикал арбитража – то, что он может искать по списку асинов от Amazon. То есть когда мы с вами можем выгрузить асины с помощью определенных инструментов, мы можем конкретно искать по асинам через тактикал арбитраж. Плюсы тактикал арбитража – то, что он выдает достаточно большое количество результатов, но минусы этой программы в том, что эти результаты достаточно сложно интерпретировать. То есть для того, чтобы если нормальным образом настроить тактикал арбитраж, чтобы он выдавал максимум информации, и потом уже работать непосредственно в Excel, то есть фильтруя, ставляя различные фильтры, то количество вилок, которые в итоге выдает тактикал арбитраж, оно получается относительно небольшим. Но при этом, если информацию от тактикал арбитража по найденным вилкам выдать ресерчерам, которые очень любят искать что-то похожее, которые любят искать, допустим, от найденной вилки еще какие-то дополнительные вилки, выдавать это ресерчерам, то это достаточно интересная стратегия, по которой можно достаточно неплохо искать вилки и получать очень интересный результат. Собственно, и такую работу мы с ресерчерами проводим. То есть мы закидываем в тактикал арбитраж интересные нам ниши, интересные нам сайты, и после того, как мы получаем эту информацию, отдаем ресерчерам до порядка, допустим, там 300-400 строк, ресерчеры из этих 300-400 строк, они выдают примерно 10-15 вилок, которые реально можно закупать и с которыми можно работать. Вторая программа, которую мы показываем ресерчерам и тоже даем им возможность эту программу попробовать, это программа OX-Ray. OX-Ray это тоже программа, которая завязана именно на непосредственный поиск от сайтов поставщиков, но эта программа работает абсолютно по-другому. То есть я думаю, что и тактикал арбитраж, и OX-Ray пробовали достаточно много ребят. Если кто-то не пробовал, обязательно попробуйте. У обоих этих программ есть триал периоды, и вы для себя могли бы, допустим, выбрать, какой из вариантов автоматического поиска для вас был бы более интересен. Программа OX-Ray анализирует именно те сайты, которые вы даете ей здесь и сейчас. Допустим, вы заходите на любой сайт, который поддерживает эту программу OX-Ray, набираете в поиске какую-нибудь нишу, либо какой-то товар, и уже непосредственно в страницах поиска эта программа OX-Ray вытаскивает информацию о товарах и сравнивает эту информацию от Amazon. Если сравнивать программы Tactical OX-Ray, мне, конечно, больше нравится работать с OX-Ray, потому что я сразу могу зайти на сайт, я сразу могу поискать то, что мне было бы интересно, загнать это все в OX-Ray и посмотреть, что, собственно, подается на Amazon. И я могу сказать, что самые интересные для себя вилки я, по большому счету, находил с помощью программы OX-Ray. Вот. Но также есть очень интересная программа, с которой мы работаем, когда мы работаем уже с поставщиками, которые выдают нам экселевские файлы, в которых есть, собственно, информация о товарах и о цене товара. Это программа, которая называется Supply Spy. Возможно, тоже кто-то этой программой пользовался. Точно знаю, что некоторые здесь присутствующих пользовались этой программой. Тоже очень крутая программа, на самом деле, которая позволяет из экселевских файлов поставщиков вытаскивать информацию об товаре, о его стоимости и сравнивать стоимость этого товара со стоимостью этого товара на Amazon. И фактически дальше, применяя различные фильтры, мы сможем с вами получать информацию о том, какие все-таки вилки нам были бы интересны для того, чтобы уже с ними работать и с ними закупать. То есть после того, как мы проговариваем с ресерчерами о возможных стратегиях поиска, то есть учим их стратегии поиска, следующую часть, которую мы начинаем обучать ресерчеров, это вопрос в анализе сделок, в анализе вилок. Это очень важная часть. На самом деле, она даже, наверное, более важная, нежели чем возможность что-то найти. То есть более важно быстро поанализировать вообще, насколько эта сделка была бы нам интересна и работает эта сделка, ее можно закупать или нет. Я по большому счету выделяю себе 12 критериев сделки, которую бы я закупил, с которой бы я работал. И, собственно, вот как раз вот эти 12 критериев, которые необходимо четко держать в голове, и они определяют возможность правильного быстрого анализа ресерчеров, ну или любого другого человека, будет он эту вилку брать в работу или нет. Собственно, 12 критериев эти простые. То есть первые критерии, что цена продажи на Amazon должна быть дороже 18 долларов, цена у поставщика дешевле 9 долларов, ну или вообще как бы цена у поставщика должна быть в два раза дешевле. Что у нас нет Amazon на листинге, что BSR, товар, который мы продаем ниже 100 тысяч, и самое главное, нет большого колебания BSR в течение трех месяцев. То есть это достаточно ровный, хороший листинг. То есть нет колебаний BSR, то он продается, товар, то не продается. ROI должно быть больше 20%. Количество продаж в листинге должно быть в месяц не менее 60. И я еще вношу дополнительные критерии. То есть я считаю свои продажи, то есть сколько я на этом листинге продам. И допустим, если я понимаю, что я на этом листинге в месяц могу заработать больше 50 долларов, тогда я считаю, что этот листинг для меня интересен для того, чтобы заходить на него и на этом листинге зарабатывать. Также мы обязательно проговариваем и смотрим, чтобы количество продавцов FBA было не менее трех в истории, для того, чтобы не нарваться на правит лейбл, или не нарваться продавца, который один только этот товар продает. Также мы обязательно смотрим конкуренцию, чтобы общее количество продавцов было не более 15. Я знаю на самом деле вилки, в которых есть и 20, и 40, и 100 продавцов. Но тем не менее и с такими вилками можно работать. Но лучше всего, конечно, работать с такими вилками, где конкуренция не такая высокая. Также, когда мы с вами только-только начинаем работать, мы стараемся избегать акул, чтобы было не более двух акул на листинге. Но и обязательно смотрим, чтобы цена на листинге была стабильна в течение как минимум трех предыдущих месяцев. Все мы прекрасно знаем, да, и все мы ругаемся, когда приходят демпингеры на листинг. И очень любим, когда приходят эти ребята, и начинают там в ноле, может быть, даже в минус продавать, только для того, чтобы продать этот товар. Соответственно, мы такие листинги вычисляем, смотрим, чтобы таких демпингеров не было, и стараемся заходить на листинг, где цена как минимум в течение трех месяцев была стабильна. Ну и также очень важно, чтобы на листинге было количество продавцов стабильным в течение трех-шести месяцев, да, чтобы у нас не было пилы или не было горок американских или русских, в зависимости от того, какие у кого что в голове, да, русские или американские горки. И тогда мы, собственно, можем четко понимать, что если мы заходим на этот листинг, цена стабильна, количество продавцов стабильна, акул нет или их совсем немного, то тогда мы можем предположить, что этот листинг будет жить достаточно долго, и с этим листингом можно будет достаточно неплохо и долго торговать. Ну и последнее, что мы смотрим, чтобы товар был не тяжелый и не оверсайз, для того, чтобы сэкономить на доставке на Амазон, ну и, соответственно, непосредственно сэкономить на фулфилменте Амазона. После того, как мы, собственно, обучили наших ресерчеров стратегиям поиска, после того, как мы их обучили анализу сделок, мы начинаем обучать ресерчеров использованием программ. программ, которые нам помогают в поиске, и программы, которые нам помогают в анализе товара. Ну вот, в первую очередь, в поиске мы проговорили, что есть программы, которые называются Tactical Arbitrational X-Ray и Supply Spy, как вот как раз Александр вопрос задавал, как программа называется, Supply Spy программа называется, она как раз рассчитана на работу с фоссейлами, то есть с поставщиками, которые могут вам выдать экселевские файлы с прайс-листами, и эта программа очень неплохо превращает эти экселевские файлы в реальные вилки, анализируя, как и по какой цене продаются эти товары на Амазон. Вот. Далее мы даем ресерчерам список программ, которые обязательны к применению, и которые достаточно легко позволяют с этими программами достигать максимально быстрого результата. Первая программа, которую мы всем советуем, это программа DS Amazon QuickView. Да, я думаю, что любой продавец, который работает с Амазон, с этой программой рано или поздно сталкивался или сталкивается сейчас и использует ее достаточно активно. Это программа, которая на странице поиска показывает информацию по BSR товара, показывает информацию по Асину и показывает, какое количество продавцов данный товар продается. Очень помогает на самом деле эта программа выбрать те товары, которые действительно продаются несколькими продавцами, и можно достаточно быстро посмотреть, с каким BSR товар, и есть ли смысл дальше этот товар анализировать или нет. Вторую программу, которую мы однозначно советуем всем ресерчерам, это программа, которая называется WinScribe, то есть это VPN. VPN мы четко понимаем, нужен для чего? Для того, чтобы заходить на сайты, те, которые нас не пускают напрямую, и нам необходимо спрятаться за IP-адресом, который непосредственно находится в Соединенных Штатах. Можно использовать разные VPN, на самом деле, для поиска. Можно использовать WinScribe, можно использовать Astril платный VPN, можно холлу бесплатный VPN использовать, но допустим, WinScribe для меня наиболее, скажем так, оптимальный вариант, который позволяет и достаточно много серверов менять, и тем более, что он бесплатный, и при этом можно 20 гигабайт через него пропустить, не заплатив ни одной копейки. Следующее расширение, которое мы, собственно, советуем нашим ресерчерам для начала работы, это бесплатное расширение Amazon Scout калькулятор. Amazon Scout калькулятор хорош тем, что это расширение от Amazon Scout, самое главное, что оно бесплатно. К сожалению, сейчас практически все калькуляторы, которые могут считать ROI, они сейчас стали недоступны для тех ресерчеров, у которых либо нет аккаунта Amazon, либо у них нет возможности заплатить за эту программу. Соответственно, вот это бесплатное расширение Amazon Scout калькулятор, оно позволяет работать ресерчерам, не имея аккаунта Amazon, но при этом достаточно точно считает ROI и позволяет ребятам быстро делать все необходимые расчеты. Следующее расширение, которое должно быть обязательно у всех ресерчеров, это KIPA. Да, про KIPA, наверное, уже много, уже копий сломаны и рассказано очень много, но на самом деле KIPA сейчас, на мой взгляд, это один из самых продвинутых инструментов вместе с GELIUM 10, которые позволяют смотреть исторические данные на листинге и правильно анализировать. Самое главное, научиться, можно научиться правильно анализировать, интерпретировать эти данные, которые вам позволяют достаточно быстро и четко понять, что творится на этом листинге. И самое главное, спрогнозировать, а что с этим листингом будет твориться через месяц, через два, через три, просто смотря те деньги, которые, ой, те деньги, те данные, которые, собственно, KIPA показывает. Также очень одну интересную вещь, которую мы всегда всем ресерчерам советуем ставить, это программка, которая называется Online Seller Addon. Online Seller Addon – это программа, которая с помощью одного клика дает возможность посмотреть, какое количество стоков у каждого продавца, по какой цене продается товар у каждого продавца, ну и, собственно, какое количество отзывов у этого продавца есть. Программа позволяет буквально за 10 секунд посмотреть, что происходит на листинге, как вообще долго и кто продает на этом листинге, какие остатки, ну и, соответственно, совместно с KIPA она в течение буквально 10-15 секунд дает возможность проанализировать, а есть ли смысл заходить на этот листинг или нет. Допустим, есть какая-то акула, у которой там 500 плюс товаров, да, на этом листинге, которая держит самую низкую цену. Понятно, что вот без этой программы нам пришлось бы заходить в каждого продавца, разбираться, смотреть у кого какие остатки. Эта программа за 10 секунд вытаскивает все стоки и мы можем для себя принимать решение, нужно нам это или нет. Ну и остальное, то, что нам помогает очень в работе, это программы RefSeller и Seller Assistant Hub. К сожалению или к счастью, эти программы работают только с профессиональными аккаунтами. Но есть очень интересная фишка у программы Seller Assistant Hub. это программа, которую разработал наш практически соотечественник, да, Олег Кузнецов. Эту программу можно выдавать ресерчерам, да, то есть если вы работаете с ресерчерами, просто давая логин и пароль этой программы и эту программу можно установить практически на любой компьютер к любому ресерчеру. Единственное, что эта программа не будет делать, она не будет показывать, можете вы этот товар продавать или нет, потому что она требует логина на профаккаунт. Но у этой программы есть другая, на самом деле, очень продвинутая функция. Эта программа очень классно умеет сохранять результаты поисков. И результаты поисков, они выдаются в виде Google таблицы, и эти результаты поиска мы можем одной кнопкой мыши сохранить любую информацию, которую вы можете вообще с листинга выбрать. Сохраняется все. Сохраняется асин товара, цена, ссылка на поставщика, если вы ее вбьете, стоимость на поставщике, стоимость продажи на Amazon, название товара, название товара, бренд товара, то есть любая абсолютная информация, которая вам необходима для анализа с помощью Seller Assistant TAP, она сохраняется одним кликом мыши. И самое, что классное, с помощью вот этой программы, и сохранения информации, ресерчер практически освобождается от необходимости заносить информацию в какие-то таблички, то есть полностью освобождается от ручной работы. И прикол этой программы именно в том, что вы, допустим, просто работая с Amazon, и просто видя какой-то интересный товар, то есть вы можете одной кнопкой нажать, сохранить его в Seller Assistant, всю развернутую информацию для себя через Seller Assistant в Google таблицах, и уже после того, как вы решили вернуться, посмотреть, что же вы проанализировали, вы можете в любой момент вернуться, имея ссылку на этот листинг, имея Asin на этот листинг, имея цену на этого товара, то есть любую-любую информацию. Вот на самом деле, вот эта крутая программа, она позволяет очень сильно сэкономить время ресерчера на, ну и ваше время, если вы, собственно, сами занимаетесь поиском товара, сэкономить время на сохранение данных. Ну и вторую часть, которую мы обучаем наших ресерчеров, то есть это мы обучаем от Амазона. То есть когда мы сделали, научили ресерчеров искать от поставщиков, мы показали, как можно работать с тактикал арбитраж, как можно работать с X-Ray, и как можно быстро считать, быстро считать, рассчитывать ROI. После этого мы им показываем Seller Assistant Tab и показываем, как можно в течение буквально там 10-15 секунд сохранить полностью всю информацию о сделке, то есть просто введя в Seller Assistant Tab информацию о линк, откуда вы взяли этот товар и цену этого товара. То есть вы можете сделать так, что фактически вы за час можете просмотреть и сохранить не 5, 10, 15 товаров, как вы делаете, допустим, в вашей стандартной схеме. Вы можете просмотреть 100-200 товаров в зависимости и сохранить их, самое главное, то есть не тратить время на сохранение и получить результат. После того, как у нас ресерчеры научатся работать сайтов поставщиков, мы начинаем их обучать работе от поиска от Амазона. Потому что вот те 12, собственно, критериев, про которые я говорил, то есть с ценой продажи, нет Амазона на листинге, BSR, количество продаж, количество веба продавцов и все-все-все. Когда мы с вами ищем от Амазона, по большому счету из этих 12 критериев нам нужно, скажем так, проанализировать только два критерия, чтобы цена у поставщика была дешевле в два раза, потому что мы уже нашли тот товар, который бы мы хотели продавать, и то, что ROI у этой сделки больше 20%. Все остальные вещи, собственно, нам выдает Амазон. То есть он выдает Амазон, он выдает BSR, он выдает всю информацию, которую нам необходимо для того, чтобы понять, а что, собственно, мы хотим искать. И для того, чтобы здесь увеличить эффективность наших ресерчеров, мы применяем еще одну программку, которая называется Asin Spotlight. Наверное, тоже вы об этой программе слышали. Если кто-то не слышал, зайдите в Google, в интернет, по ищите, что это за программа. Причем у этой программы есть две версии. Первая версия Legacy, которая раньше продавалась за 40 долларов навсегда. Сейчас она уже не продается достаточно долго, примерно полгода. Но эту версию Legacy еще время от времени продают ребята в Facebook, в Telegram. И сейчас версия, она с ежемесячной оплатой, если не ошибаюсь, 28 долларов она стоит. Но при этом практически такой же функционал, просто ребята перешли немножко на другую систему работы. Чем хороша эта программа Asin Spotlight и самое главное, чем она хороша для ресерчеров? Когда мы с вами ищем от Амазона по бренду, когда мы с вами ищем от Амазона по названию товара, когда мы с вами ищем от Амазона по конкурентам. То есть мы встречаемся с вами с достаточно огромным количеством товаров. И для того, чтобы, допустим, просмотреть 20-25 страниц товара, которые в поиске вас выдается, вам необходимо огромное количество времени. Самое главное, выделить эти товары, которые вам было бы интересно посмотреть. Посмотреть по BSR, по количеству конкурентов, есть или нет Амазона на листинге, есть или нет вариаций на этих товаров. И как раз программа Asin Spotlight полностью собирает всю информацию от страниц поиска Амазон и выдает это вам в табличном виде. И самое главное, вы можете фильтровать в этой программе любые критерии. Вы можете отфильтровать, допустим, BSR до 100 тысяч, показывать только товары с BSR до 100 тысяч, до 50 тысяч, показывать только те товары, у которых количество звезд больше 4. Показывать только те товары, у которых конкурентов меньше 10. Показывать только те товары, где нет Амазон. Показывать только те товары, где, допустим, есть Buybox или, допустим, нет Buybox. Или, допустим, показывать только те товары, которые сейчас находятся в Out of Stock. И как раз вот эта вот программа, особенно, я думаю, что ребята флиппера, дропшипперы, пользуются этой программой. Те, кто в онлайн-арбитраже работают, конечно, я думаю, что, скорее всего, меньше об этой программе знают. Эта программа очень-очень дает хорошие, большие возможности для ресерчера, для того, чтобы искать только то, что, собственно, вам было бы интересно и чтобы вы хотели найти. Ну, и в итоге, когда мы заканчиваем обучение, да, то есть у нас получается на выходе человек, который знает и умеет, как искать от сайтов поставщиков, да, то есть он минимально может работать с Tactical Arbitrage, с OX-Ray, если есть такая необходимость, да, то есть если вы готовы там оплачивать эти программы. У нас человек знает, как работать с Sysin Spotlight, у нас человек знает, как искать от Амазона, как искать по брендам, как искать по конкурентам, ну и применяя другие различные методики поиска, и в итоге, что получается, да, то есть когда мы с вами изначально начинаем работать по поиску на Амазон, у нас очень часто не хватает системности. И вот эту системность как раз и мы постараемся дать, то есть мы четко понимаем, вернее, четко даем информацию ребятам, как искать товар, да, то есть где его искать, какими инструментами пользоваться, как быстро анализировать товар, как быстро сохранять этот товар, и в итоге получается, что так как работа по поиску товара, это по большому счету статистика, да, то есть чем больше товаров мы просмотрим, тем больше товаров мы с вами найдем, то применение вот этих программ, применение вот этих системных вещей, да, то есть оно дает возможность просматривать много и быстро, и в итоге находить достаточно большое количество товаров. Далее, когда уже непосредственно ресерчер начинает работать, мы также начинаем с каждым ресерчером прорабатывать, а какая стратегия для него была бы более интересна, и начинаем, когда уже идет стажировка, с ресерчерами больше работы, чтобы они больше выбирали ту стратегию, в которой бы они достигали большего результата. У кого-то, да, я говорю, хорошо получается поиск по бренду, у кого-то хорошо получается работать по результатам выгрузки тактикал арбитража, у кого-то больше получается вообще самостоятельно принимать решения и работать с, скажем так, в чистом поле, да, то есть находить вот эти вилки. И за счет того, что люди начинают заниматься вот именно теми интересными вещами, можно, собственно, и добиваться достаточно неплохого результата. В принципе, вот ту информацию, которую я хотел вам сегодня дать и по программам, и по стратегиям поиска, но это общая, достаточно общая информация, да, то есть если вам интересно вообще как бы достаточно серьезно продвинуться в поиске, у нас, да, действительно, буквально недавно запустился запустился курс, который называется Amazon Scout, и в котором, да, я в самом начале говорил, мы системно начинаем ребят обучать поиску вилок, и мы хотим сделать так, чтобы у нас рынок ресерчеров, который сейчас, ну, очень-очень маленький, да, то есть этот все-таки рынок ресерчеров вырос, и каждый продавец, который готов платить за сделки, который не готов сейчас тратить время на поиск, он мог бы найти своего ресерчера, с которым было бы ему хорошо и комфортно работать, и, собственно, за счет этого повышать свою эффективность. Теперь давайте мы немножко пробежимся по вопросам, да, то есть, и, к сожалению, говорю, вот я приготовил презентацию, но с техническими неполадками, я не смог вам ее показать, поэтому рассказывал так вот практически на слух. Я надеюсь, что в следующий раз все-таки я разберусь, как это сделать в Фейсбуке, и тогда я смогу полноценно вам всю эту информацию, не только аудио, но и визуально всю эту информацию дать. Давайте, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете задать. Я специально сейчас не буду рекламировать курс, я думаю, если вы захотите, если вам будет интересно, вы можете ко мне в мессенджер написать, мы уже с вами с каждым конкретно индивидуально пообщаемся, и какие-то варианты, если вы, допустим, захотите в чем-то разобраться, то есть вам нужна какая-то помощь именно в системности, то есть повышение системности своей или при работе с программами, или еще что-то, можете обращаться, мы постараемся вам помочь. Так, давайте по вопросам. Так, Гарик Харитунян, напишите, пожалуйста, название всех программ здесь. Так, ну давайте сейчас я попробую это сделать, если у меня получится скопировать. Я по одной программе вам сейчас сюда скину. буквально 5 минут. Так, дальше. Так. Еще вот это. Так, вот это. Kipa. Reefseller. И Seller Assistant Tab. Так. И вот так. Вот так. Так. Сейчас проверю. Да, вот я вам скинул все названия программ, про которые я вам рассказывал. Вам рассказывал. Так, поехали дальше. Вот так. Игорь, напишите название программы для отслеживания, звук прерывается, не услышал. Да, онлайн Seller. Селлер Аддон. Да, вот. Спасибо, Сергей. Рейд, онлайн Seller Аддон. Вообще, крутая очень программа. Мне нравится. При этом она бесплатная, но вытаскивает всю информацию прямо на раз. Так. Аналог АМЗа Скаут. Да, в принципе, вы знаете. Дмитрий спрашивает аналог АМЗа Скаут. Достаточно много программ, которые друг друга повторяют по функционалу. И можно вообще просто гелиумом пользоваться. в гелиуме есть все практически, для того, чтобы можно было анализировать. Но при этом я, например, предпочитаю пользоваться Kipa, онлайн Seller Аддон и Seller Assistant Tab. Мне вот этих программ достаточно для того, чтобы быстро, максимально проанализировать потенциальную сделку и двигаться уже дальше. Материев, вы пользуетесь поисковиком от Kipa? Да, очень, кстати, интересная программа. Называется Kipa Finder. Очень крутая вещь. Я ее, честно говоря, случайно нашел примерно, наверное, год назад. И после того, как я ее нашел, я ее, о ней рассказываю вообще, когда рассказываю про Kipa. Обалденный поисковик, да, с огромным количеством настроек, но здесь этот поисковик, он в большей степени как бы интересен для того, чтобы найти идеи и найти товары с хорошим BSR. И дальше уже я его использую как? Я нахожу товары с хорошим BSR, потом я ищу бренды, все товары этого бренда, и уже по всем товарам этого бренда я ищу товары на сайтах поставщиков. Так, Татьяна спрашивает, будет запись вебинара? Да, запись вебинара, я надеюсь, будет. Александр Запольских. Как определить, к какому бренду нельзя прикрепляться по онлайн-обитражу? Смотрите, есть три вещи, по которым я лично работаю. Первая вещь – это сайт, который называется trademarkea.com. Там я проверяю вообще бренд зарегистрирован или нет. Вторую вещь, которую я смотрю, сколько вообще продавцов на листинге сейчас находится. Допустим, если количество продавцов больше 3-5, это уже хороший знак. Это говорит о том, что владелец бренда не гоняет продавцов. Также я смотрю по кипе исторические данные, а сколько вообще продавцов было на этом листинге. Это, кстати, достаточно легко посмотреть по вкладке дата кипы. И я обязательно смотрю как минимум в течение года, чтобы не было по количеству продавцов резкого падения вниз. То есть, допустим, было 10 продавцов, раз осталось 2 или 1. То есть, вот такие резкие падения в кипе, они говорят о том, что был запрос на инвойсы у продавцов от владельца бренда. То есть, владелец бренда Amazon пожаловался о том, что кто-то продает его товары без разрешения. Amazon делает очень просто. Он запрашивает инвойсы. Если люди инвойсы предоставить не могут, они просто с этого листинга уходят. То есть, критерий первый. Это незарегистрированный бренд в тренд-марке. Но он может быть зарегистрирован в том случае, если сейчас количество продавцов больше 5, не было падения количества продавцов в течение текущего года. И общее количество продавцов, которые вообще продавали по онлайн-арбитражу этот товар, было от 5 до 10. То есть, бывают продавцы уходят и приходят, но тем не менее, вот такой критерий существует. Если эти критерии мне подходят, то тогда я на этот бренд захожу. То есть, в принципе, я вижу, что он достаточно безопасный и с ним можно работать. Игорь спрашивает, вы учите ресерчеров анализировать бренды на безопасность? Да, обязательно. Мы им показываем, как это делать. То есть, когда мы даем им кипу, вот я рассказал, каким образом мы это производим, обязательно даем сайт трейдмарке. И есть еще у нас список в Excel закрытых брендов или опасных брендов, с которыми лучше не связываться. И поэтому, когда ресерчеры ищут товары, они также проверяют бренды на безопасность. Кстати, вот в том же самом Seller и System Up есть прямо одним кликом можно проверить бренд на безопасность. То есть, перейти на сайт трейдмарки и проверить, что с этим брендом происходит. Так, поехали дальше. Николай Родин. Николай, возьми на мной шество. Ну, Николай, Николай, ну, наверное, да, какой-то Николай, какого-то Николая шество возьмет. Александр спрашивает. Сколько в среднем приносит хорошая вилка чистой прибыли? Александр, смотрите, я стараюсь работать с вилками, у которых чистая прибыль в месяц не менее 50 долларов. Да, то есть, вот при этом может быть разное количество продаж, может быть разный BSR, может быть разная маржа у этой вилки, да, но если у нее больше 50 долларов в месяц чистой прибыли, то эту вилку интересно рассматривать. Дальше я уже смотрю на бренд, дальше уже я смотрю, как просто, ну, как легко вообще эту вилку закупить и как эта вилка, насколько она стабильна во времени и тогда уже принимая решение о работе с этой вилкой. Можно брать любые критерии, на самом деле, 30 и 20 долларов, в зависимости от разных вилок можно принимать решение о закупе или нет, но я стараюсь вот для таким критериям, вот не менее 50 долларов чистой прибыли в месяц. Александр также спрашивает, как долго средняя вилка живет? Вы знаете, есть разные вилки, на самом деле, да, есть вилки, которые живут месяц, есть вилки, которые два, есть вилки, которые живут, ну, месяцами и годами, да, то есть, но, конечно, таких вилок очень мало, всего лишь, наверное, 5-10 процентов от общего количества вилок, и, допустим, вот те вилки, которые с ресерчерами мы нашли в январе, практически, ну, наверное, 90 процентов вилок уже не работают, по той простой причине, что цена на Амазоне уменьшилась, да, то есть, эти вилки нашел кто-то еще, зашел, да, сделал демпинг, ну, и, собственно, дальше уже эта вилка становится нам неинтересной. Вот, так, я вам скинул, да, список, список программ, Игорь спрашивает, если не секрет, поделитесь, как построена оплата, мотивация вашим ресерчерам. Да, в принципе, мотивация и оплата, она может быть разной у каждого на самом деле, да, то есть, конкретно по нашим ресерчерам она сделана таким образом. У нас есть окладная часть у ресерчеров, да, то есть, на порядка 20 тысяч по рублям, не знаю, по гривне какой сейчас, да, но за эту, за эту окладную часть мы требуем от ресерчеров не менее 100 вилок в месяц, да, чтобы они притащили по нашим критериям, да, то есть, ROI больше 20%, автопродажа должна быть составлять определенное количество, и прибыль по этим вилкам должна быть не менее 20 долларов, да, то есть, которую они сразу же рассчитывают, дальше, вторая часть, за каждую закупленную вилку мы платим каждому ресерчеру по 3 доллара, то есть, потому что, понимаем, что не все вилки, которые ресерчеры нам будут закидывать, они будут закупаться, и далее мы платим небольшой процент от прибыли каждой вилке, которую, собственно, этот ресерчер нашел, то есть, у ресерчера получается три, три мотивации, первая, на количество вилок, которые он должен нам притащить, вторая мотивация, на те вилки, которые мы закупим, и третья мотивация, на то, что он заработает, мы, вернее, заработаем с помощью найденных его вилок, ну, вот, собственно, такая вот вещь, есть другие различные варианты мотивации, но, собственно, наверное, вот эта мотивация, она такая, как костяк, практически, многие ее принимают, применяют, вернее, такую мотивацию, в том числе, и тех ресерчеров, которые на дропе и на флипе сидят, Марат спрашивает, вы используете с услугами препа? Да, пользуемся услугами препа, причем, я разными препами пользуюсь, да, если, допустим, я закупаю какие-то большие партии товары, через один преп делаю, если есть какие-то партии небольшие по другим препам, то есть, ну, препом мы пользуемся, тут вопросов даже никаких нет. Игорь спрашивает, есть ли софт для поиска на сайте поставщиков, какие-то каталоги оптовиков и так далее, или только Google в помощь? Вы знаете, ну, софт для поиска на сайтах поставщиков, я говорил, что есть Tactical Arbitration и X-Ray. Это две таких нормальных программы, которые именно по сайтам ищут, автоматизируют поиск по сайтам поставщикам. Логика работы у них примерно одинаковая, каких-то других программ, каталогов там, либо еще каких-то вещей, к сожалению, я не знаю, не видел. Есть вообще сейчас появляются сайты, которые вообще дают подписки и по этим подпискам скидывают вилки, дают вообще вилки для онлайн-арбитража. Тоже достаточно интересное нововведение, которое мы сейчас для себя тестируем. Стоимость это примерно столько же, да, наверное, даже дешевле, чем Researcher. Вам будет относиться, но я имею в виду по затратам, но достаточно неплохие вилки вот по таким сайтам можно найти. Пока мы тестируем эту возможность, если она действительно будет работать нормально, то, наверное, мы тоже будем эти сайты продвигать. К сожалению, они сейчас принимают маленькое очень количество продавцов, постоянно в очереди новые продавцы стоят для того, чтобы на такие сайты попасть. Саша спрашивает, список можете дать брендов, с которыми лучше не иметь дела. Так, ну давайте я сейчас попробую этот список, ссылку на него скинуть в, ссылку на него скинуть, секундочку, в чат сюда. Если получится, то я это сделал. Так, секунду. Вот, можете попробовать посмотреть, это список запрещенных брендов. Так, поехали дальше. Так, как вы смотрите на онлайн-арбитраж Китай? Очень интересный вопрос с поводу онлайн-арбитража Китая. С учетом того, что сейчас очень много приходится перестраиваться и смотреть, каким образом доставлять наши товары. Вообще, вот, логика интересная, но пока я это смотрю с опаской. Да, почему? Потому что если все-таки у нас с доставкой могут быть какие-то проблемы из Китая, это первое, и второе, из Китая у нас могут быть проблемы связанные с античностью товара, да, то есть при этом мы четко понимаем, что если у нас не будет человека в Китае, который нам, независимого причем человека в Китае, который нам сделает фото товара, который проверит, что товар по размерам, по габаритам, по цвету полностью соответствует тому, что мы собираемся продавать на Амазон, я бы на онлайн-арбитраж из Китая пока бы не стал двигаться. Пока у меня, к сожалению, такого человека нет, поэтому проще все-таки заниматься онлайн-арбитражом внутри штатов. Владимир спрашивает, пропустил начало, речь идет о дропе, ОА или опте. На самом деле, в первую очередь, мы обучаем ребят онлайн-арбитражу, потому что сами занимаемся онлайн-арбитражом, но если, допустим, будет потребность в обучении работе по дропу, в принципе, здесь особо большой разницы нет, да, то есть, просто немножко по-другому идет анализ товара, а в остальном, в принципе, все то же самое. Так, Дмитрий спрашивает, когда вы говорили о количестве продаж больше 60, вы имели в виду листинг в целом или только себя? Дмитрий, я имел в виду листинг в целом, то есть, потому что я понимаю, что если количество продаж больше 60, количество ваших продаж очень сильно будет зависеть от конкурентов и самое главное очень сильно будет зависеть от того, как конкуренты распределены по отношению к байбоксу. Допустим, у нас 10 продавцов, но всего лишь 2 претендуют на байбокс, у остальных разница от цены от байбокса больше, чем 2 доллара, да, то есть, тогда этих продавцов практически можно не считать и только с двумя продавцами конкурировать. А если у нас, допустим, 10 продавцов и 5 продавцов из них претендуют на байбокс, естественно, количество продаж я уже делю на 5 продавцов плюс я, да, и тогда количество продаж, которые я реально могу сделать, оно будет меньше. И 60 это все-таки, да, то есть, это количество продаж общее на листинг. Александр спрашивает, есть ли обученные ресерчеры, которых можно взять в работу? Александр, на сегодняшний момент обученных ресерчеров, которые мы могли отдать кому-то в работу, нет, но как раз у нас запустился курс, я думаю, где-то к маю месяцу у нас такие люди появятся, поэтому можно будет через месяц обратиться и самых лучших отдадим вам. К тому же, ребята, действительно, будут искать людей, которым нужны будут ресерчеры, я думаю, что друг друга вы найдете и взаимно очень неплохо поработаете. Игорь спрашивает, вы работаете через компанию в США? Нет, если мы говорим об работе с ресерчерами, мы набираем ресерчеров здесь русскоязычных. Если говорить об продажах в США, нет, у меня есть партнеры, которые работают через компанию в США и для них, собственно, как бы, да, тоже я ресерчеров готовлю. Есть ребята, которые работают на аккаунтах, которые не на компанию созданы, а на физические лица и для них тоже я ресерчеров готовил. В принципе, можно работать по-разному. Я лично пока работаю без компании, но буду ее делать, наверное, все-таки ближе к концу года, когда, ну, скажем так, все-таки с оборотами разберемся. И вот мы еще один проект интересный запускаем, которая должна в итоге привести к открытию компании в США по оборотам на аккаунте. Рейма спрашивает, обучаете арбитражу с Китаем? Нет, к сожалению, пока с Китаем я не работаю. Я как раз рассказал, почему. Да, потому что пока у меня нет, то я именно то буду отправлять, которую, те товары, которые, которые именно продаются на Amazon, я с Китаем не готов работать. То есть, для этого нужен человек Китая как минимум. Олег спрашивает, какая сумма для старта онлайн-арбитража? Для онлайн-арбитража я считаю, что нужно иметь хотя бы 500, а лучше 1000 долларов для того, чтобы можно стартовать. Но с учетом моего опыта обучения студентов, которые обучаются онлайн-арбитражу, для старта достаточно 200-300 долларов для того, чтобы закупить первый товар, попробовать разобраться, как это все работает, оборот сделать первых вот этих денег. И когда вы во всем разберетесь, поймете, как работает Амазон, уже после этого можно закупать на большие суммы как раз вот эти 500 тысяч долларов и для того, чтобы уже можно было начать с Амазоном работать. Так, Реймас также спрашивает, как производят у вас оплату с АК Физик СНГ американскому поставщику? Здесь оплата идет следующим образом. В первую очередь я использую Пайонир, карту Пайонир. Да, знаю, что с 27 мая у нас карты Пайонир в России работают не будут, но у нас есть другие аккаунты, допустим, украинские, у которых есть карта Пайонир, с которой можно будет работать дальше. Оплата и второй вариант оплаты идет с наших кредитных карт. да, то есть, если у нас карты Пайонир, вдруг по какой-то причине не проходят с наших кредитных карт, они обнимают. Если возникают какие-то проблемы, связанные с оплатой, мы связываемся с поставщиком, либо звонком, либо чатом, либо письмом, да, то есть обычно ребята абсолютно адекватные, они помогают нам разобраться, помогают, допустим, просят фото-карты выслать с четырьмя последними цифрами, либо спрашивают биллинг адрес для того, чтобы убедиться, что мы, это мы, и после этого обычно проблем не возникает. Юлия, спасибо. Да, пожалуйста, Юлия, Рейма, какая цена курса консультации? Рейма, если вам несложно, напишите мне в мессенджер, то есть я вам отдельно эту информацию дам. В общем, курс, он есть на трех уровнях, да, начинающий, скажем так, продвинутый VIP, поэтому здесь все будет зависеть, насколько вам будет комфортно по какому варианту идти. Андрей, где можно прочитать про курс, Андрей, да, я постараюсь сегодня найти лендинг и вам с мессенджер ссылку на лендинг сброшу, если вдруг вам будет интересно. Марат, как делаете покупки от поставщиков? Да, только что сказал, то есть в основном с карты Payoneer покупки делаю, если что-то не получается, с кредитной карты. Александр, закупайте товар через розничные онлайн-магазины либо только через оптовых поставщиков? Через оптовых поставщиков я не закупаю, так как у меня нет фирмы, если у меня какие-то закупки по оптовым поставщикам, я это делаю через преп, а в основном, конечно, идут закупки через розничные онлайн-магазины, в том числе там нишевые магазины. Олег, как тогда затраты на препцентры отправки заказчиков 500 долларов на эту сумму? А как тогда затраты на препцентры отправки заказчиков тоже в эту сумму? Да, смотрите, там ситуация следующая, то есть для того, чтобы завести партию товаров на Амазон, допустим, мы с вами завозим 10 товаров, которые стоят 10 долларов, таких товаров полно, да, то есть мы 10 долларов с вами, 100 долларов мы с вами потратили на закупку вот этих 10 товаров, обработка препцентром, она стоит доллар за товар, в среднем, да, где кто-то 90, где-то и 60 центов за товар в различные препы, ну, в среднем доллар берется, да, доллар плюсом вот этот 110 долларов вы уже заплатили, доставка до Амазона непосредственно такой небольшой партии товара будет стоить там 5, 8, 10 долларов максимум, то есть 120 долларов вы заплатили, ну и собственно все, это ваши затраты, которые вы понесли на закупку, на обработку товара препцентром и на доставку до Амазона, все остальные, все остальные затраты, которые будут у вас брать Амазон, это 15 процентов продаж и фулфилмент, это все будет брать Амазон с цены продажи амазоновской, да, то есть ваших дополнительных затрат здесь никаких не будет, поэтому если вы на 500 долларов, допустим, закупили, все зависит, ну 20 единиц товара, 520 это у вас затраты препа, плюс 15 долларов заплатите на доставку на Амазон и на этом ваши затраты заканчиваются, да, все остальное уже будет чисто ваша прибыль, ну в зависимости того, какой товар вы выберете. Ну и собственно, поехали дальше, Владимир спрашивает, на какой процент байбокса может рассчитывать новичок с нулевым рейтингом своего аккаунта, ведь если его доля будет не 1,6, при 6 продавцах, да, конечно, новичку байбокс будут давать немного, но при этом, если новичок будет держать цену равную байбоксу, то в байбокс он все равно попадает. Были у меня достаточно много таких кейсов на новых аккаунтах, да, которых не было совершенно никаких отзывов, которые только-только мы начинали торговать на этих аккаунтах, все равно продажи, да, то есть продажи были через байбокс, потому что, если, допустим, мы с вами говорим о конкурентности, где там 10, там, допустим, 15 продавцов, вы, кроме как через байбокс не продадите, то есть даже новичкам, пускай немного, но байбокса амазон дает, ну и, собственно, новичкам тоже амазон немножко помогает раскрутиться, чтобы продавало больше. Так, Александр спрашивает, на какое значение в БАФИ сориентируйтесь? В КИПА и Амазон Скаут, например, они зачастую отличаются. Смотрите, здесь все в основном зависит от габаритов и веса товара. Я ориентируюсь на ФИС, которые считают ревселлер, либо в большей степени ревселлер сейчас, да, причем я несколько раз проверял, как считает ФИ ревселлер, и сам калькулятор Амазона, который в Селлер Централ есть, практически он считает один в один и в принципе я вижу, что дальше, когда у меня продажи этого товара Амазон производит, у меня практически один в один ФИ и получаются. ФИ имеется в виду за фулфилмент, ФИ за хранение товара и ФИ за непосредственно 15% это за продажу на Амазон. Таня спрашивает, чем лучше отправлять с препа на Амазон? На самом деле нужно смотреть, каким, в зависимости от того, кто даст меньше цену, тем, собственно, отправляет, да, то есть, когда вы составляете шиппинг план и когда вы уже сделали лейбы на коробке и Амазон уже знает габариты и он уже знает вес, есть возможность посчитать нескольких доставщиков, да, то есть, и вы, допустим, можете выбрать того поставщика, который меньше всего денег с вас возьмет. Ну и здесь еще есть очень такой большой нюанс, если вы отправляете много товара, обязательно смотрите, чтобы этот товар пускай будет немножко больше коробок, но они будут поменьше габаритами, нежели одна большая коробка, вы на этом сможете сэкономить. Поэтому, когда составляете шипмент, проверяете цену различных доставщиков и тогда уже вы сможете сэкономить. А так, если стандартно UPS или USPS в принципе все доставляют до Амазона вполне нормально. Евгений, в какой категории товаров рекомендуете начинать работать? Смотрите, я считаю, что самая простая категория для новичка это Home & Kitchen и все, что связано с домом, с гаражом, с садом. То есть, вот эти товары, которые, во-первых, там много не брендированных товаров, то есть, товаров, которые не защищены брендами. Там достаточно много товаров, на которых не очень большая конкуренция. Можно найти товары с не очень большой конкуренцией. И таких товаров достаточно много продается на магазинах поставщиков. То есть, вариантов действительно очень много. Когда немножко освоитесь, можете попробовать поработать с Petsoplasm. Тоже очень интересная ниша, много продаж и достаточно легко найти товары, которые можно было бы продавать. Дмитрий спрашивает, есть ли альтернативы для Payoneer? Ну, смотрите, альтернативы для Payoneer в качестве получения денег от Amazon пока у нас, к сожалению, нет. То есть, другого варианта пока нам Amazon не предлагает. Только если вы создаете фирму в США и уже непосредственно отправляете деньги на счет, который у вас будет в каком-то другом банке. Если вы говорите по оплате товаров и услуг, то, что мы раньше оплачивали с карты Payoneer и дальше эта карта будет недействительна, здесь придется, наверное, все-таки работать больше с кредитными картами российскими. Я вот достаточно много на кредитную российскую карту Альфа-банка покупаю. Практически каждый день у меня такие покупки идут. В принципе, у меня карту еще магазины нет, канале, где покупал я эти товары. Таня спрашивает, можно как-то снизить Fee? Ну, здесь очень сложно на самом деле сказать, то есть Fee вы можете снизить, когда вы анализируете товар, то есть вы смотрите, сколько будет доставка данного товара, сколько будет хранения этого товара, старайтесь не работать с тяжелыми габаритными метекло, фарфор, там еще какими-то товарами, да, больше старайтесь работать с деревом, пластиком, какими-то металлическими вещами, тогда у вас Fee эти будут небольшие. Чем больше и тяжелее товар, тем больше Fee, к сожалению, с вас возьмет Amazon, как и за фулфилмент, так и за хранение вашего товара. А так особо снизить Fee не получится. Дмитрий спрашивает, сколько в среднем по времени занимает доставка до препа? Все зависит от того, какого поставщика вы выбрали, да, то есть если, допустим, есть сайты, у которых есть двухдневная доставка, которые конкурируют с Amazon, такие как Walmart, Target, есть сайты, которые доставляют за 5-7 дней. В принципе, я считаю, что среднее время доставки от нишевых сайтов, которые не конкурируют со скоростью доставки с Amazon или с Walmart, в среднем 5-7 дней. То есть это абсолютно, я считаю, на мой взгляд, нормальная величина. Андрей спрашивает, Алексей, с одного хорошо подконтрольного ресерчера, какой примерно может сделать оборот в онлайн арбитраже? Вы знаете, здесь все зависит от того, что каждый ресерчер он растет. То есть в первый месяц мы же понимаем, что он не сможет выполнить сразу тот план, который ему дан по количеству вилок. А на второй, на третий месяц в принципе, ну считайте, допустим, 20 вилок мы за месяц с ресерчера закупаем. То есть если по каждой вилке мы хотим 50 долларов заработать, то оборот по этой вилке как минимум должен быть 400 долларов. 20 вилок на 400 долларов, ну давайте там на 500 даже, да, закупку будем делать, это 10 тысяч. То есть бороться одним ресерчером можно сделать достаточно большой, только самое главное здесь нужно правильно его направлять, то есть где искать эти вилки. Андрей спрашивает, сколько в среднем ресерчер работает, какая текучка? Вы знаете, по-разному, да, то есть в большей степени ресерчеры отваливаются на стадии обучения, да, то есть люди понимают, что это не их работа и допустим из пяти людей, которые заходят на обучение, реально ресерчер, который получает результат, наверное, там один из пяти человек, да, но зато это уже такой хороший, нормальный ресерчер. По-разному работают, бывают, работают по полгода, по году, бывает месяц-два, то есть по-разному, но ресерчеры это все-таки такая оборотная вещь, которую нужно все-таки время от времени пополнять, да, то есть и держать руку на пульсе, если допустим ресерчеру надоела эта работа, то дать, попросить у него время, чтобы найти другого человека. Марат спрашивает, как часто у вас запросы на инвойс? Запроса на инвойс у меня практически никаких нет, потому что аккаунты, с которыми я работаю, они уже достаточно давно работают, очень много запросов на инвойс у новорегов и сразу могу сказать, что допустим, если вы только-только начали торговать в первый месяц, никогда не завозите больше одного товара, потому что и на моих аккаунтах, и на аккаунтах моих знакомых, если в первый месяц три товара завести, вы 100% получите запрос на инвойс, да, то есть работает триггер Амазона и к сожалению такой аккаунт потом очень сложно вытащить, поэтому растите органично и запросов от Амазона на инвойс не будет. Первый месяц мы один товар завозим, второй месяц два товара, третий месяц три-четыре, и дальше уже можно больше товаров завозить. И второе, то что на инвойс у вас может быть запрос, если кто-то из конкурентов решил выкупить товар и пожаловаться и на аутентик товара, то здесь уже вы к сожалению ничего сделать не сможете, здесь нужно будет с такими ребятами бороться, да, то есть с ними как-то связываться, договариваться, и чтобы они свой запрос на и аутентик снимали. Так, покупаете на кредитную рублевую или долларовую, как с конвертацией? Я покупаю на рублевую карту, да, конвертация идет по курсу Центробанка, да, она не всегда хорошая сейчас, да, и в связи с тем, что рубль сейчас вырос, да, но в большей степени я покупаю кредитные карты для того, чтобы превратить эти деньги в доллары, а дальше уже я эти доллары работаю с Пайониром и работаю уже непосредственно с закупками с Пайониром. У меня, к сожалению, я не могу купить с Пайонировской карты ничего на Амазоне, да, то есть, и поэтому все, что я, допустим, там закупаю на Амазон, я это делаю с кредитной карты. Не принимают у меня Пайонирскую карту Амазон. Таня спрашивает, для Аппарата за товар Пайониром нужна их карта или достаточно счета? Нужна карта, да, то есть, мы работаем непосредственно с картой. Александр спрашивает, но это при больших закупках российскими кредитными картами, вероятно, будет интерес налоговой, а аналог Пайонир вроде бы TransferWise. Да, есть такой аналог, я его еще, к сожалению, не разобрал до конца, возможно, в ближайшее время мы будем смотреть, как с Пайониром работать, но вот я вам сразу сказал, что есть украинские аккаунты Пайонир, у которых, насколько я понял, никаких изманий карт не будет, у нас есть парочка украинских аккаунтов с этими картами, поэтому будем пока пробовать работать с ними. Ну, в принципе, я думаю, что аккаунт Пайонировский с картой можно попробовать купить, сейчас рынок этот будет работать. Ну, большие закупки, интерес налоговый пока никто не проявляет, поэтому закупаем, как есть. Так, ну что, ребят, мы с вами проработали час двадцать, и я надеюсь, ту информацию по выпуску товаров, которую я вам сегодня смог дать, была вам достаточно интересна, и вопросы, которые от вас были, они интересны, надеюсь, что я смог на них ответить. Если у вас будет какой-то дальнейший интерес к продолжению этой темы, пожалуйста, в любое время обращайтесь в мессенджер, либо обращайтесь в телеграм, постараемся наладить с вами диалог, помочь решить, есть ли какие-то проблемы у вас возникают с поиском товара или с поиском ресерчеров. Поэтому, всем на сегодня спасибо за то, что пришли, до свидания. Да, ну вот еще пару вопросов. Ты используешь сам Amazon как поставщик? Да, я работаю, я рядом с Амазона на eBay в том числе, поэтому на Амазоне я тоже закупаюсь. Да, всем большое-большое спасибо за то, что пришли. Я думаю, что это у нас не последняя была встреча, в ближайшем будущем мы еще сможем с вами попасться. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok